В корпоративной спартакеаде «Уралкалия» прошли игры волейбольных суперфиналов среди женщин. Судья этих соревнований, тренер с 35-летним стажем, дал свою оценку участницам суперфинала. Я думаю, что сегодня игра покажет есть потенциал, а если бы они еще и побольше тренировались, то вообще бы тут могли бы выступать на краевые соревнования. Надо сказать, что женский волейбол в этом сезоне был непредсказуем. Лидеры оказались в аутсайдерах, а аутсайдеры выбились в лидеры, как, например, команда управления «Соликамск», ставшая сильнейшей на соликамской площадке предприятия. Хотя в прошлом году команда управления города Соликамск заняла только четвертое место. То есть команда усилилась, потренировалась. Кто, как говорится, лучше потренировался, тот показал лучший результат. Второе место пока площадки «Соликамск» заняла команда «СКРУ-1». Она и играла в первой игре за третье место суперфинала с командой управления «Березники». Ставший также второй на своей Березняковской площадке. У девушек с первого Соликамского родоуправления в итоге четвертое место. Управление Березняки – третье. Поддерживали девушек их недавние соперницы по играм в своих городах, спорторганизаторы подразделений, друзья, коллеги и родные. Своим мнением об игре поделился Александр Шалаев, председатель первичной профсоюзной организации «Сильвенит». Волейбол – это классный олимпийский вид спорта. В Спартакеаде он занимает такое значительное место. У нас два направления в Спартакеаде представлено волейболом – это мужской и женский. Я желаю им удачи всем, чтобы каждая из них ощутила себя классной волейболисткой. Игру девушки показывали действительно классную, особенно во второй игре. Она была долгой, никто не хотел уступать. Упорная борьба была за каждое очко. Отличительная особенность главной игры суперфинала – это то, что мячу очень долго не дают коснуться пола или потолка. Это говорит о том, что у участниц очень большой профессионализм и навыки, и, конечно же, стремление к победе. Первую партию легко выиграла команда БКПРУ-2. Вторую партию – команда управления Соликамск. Девушки собрались, настроились на борьбу и выиграли. А в третьей решающей партии спортивная удача встала на сторону Березняковских «Калищиц». Они меньше ошибались и лучше играли в защите. Итоги суперфинала сейчас на ваших экранах. Несмотря на то, что соликамские девчонки уступили в обеих играх, задора и огня в их глазах не убавилось. Желаем им не сдавать позиции в следующем сезоне «Спартакиады» и, конечно, только новых побед. Антон Старовский, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль-ТВ». За тебя молодцы!